А теперь о грядущей премьере, которую уже называют главным событием российского киногода. Готовится к выходу на большой экран эпическая сага «Викинг». О людях, стоявших у истоков нашей государственности, имена которых остались в летописях и легендах. Но воплощение масштабного проекта его авторам потребовалось 7 лет. Батальные сцены, верность историческим деталям, уникальные спецэффекты. Трейлер «Викинга», едва появившись в интернете, вызвал огромный интерес зрителей, набрав за считанные часы более миллиона просмотров. Наш корреспондент Алексей Карипанов узнал, как снимали фильм, премьера которого запланирована на декабрь. Эй! Я брат вашего князя! Позовите Ярополка, я хочу говорить с ним! Ты служил моим отцам. Брат против брата, жестокость против разума, любовь и страх. История из раннего средневековья, мозаика медвежного времени, зрелищная сага, каких на широком экране не было давно. Здесь есть, кто помнит моего отца. Я вам верну его удачу и силу. Будьте со мной! Короткие эпизоды, словно вспышки эпические, батальные сцены и душевные драмы героев. Это, по сути, анонс новой картины. Но едва он попал в интернет, уже набрал больше миллиона просмотров. В огромном зале аншлаг, кинопрокатчики. Они обычно сами показывают кино и за пару минут могут понять, придет ли зритель на фильм. Он действительно меня впечатлил. Не удивил, не поразил, а вот именно впечатлил, потому что очень мощная энергетика. Это очень масштабно. Поэтому я думаю, что он станет фильмом года. Снять историческое кино с документальной точностью. Задача, которой команда «Викинга» шла последние семь лет. Шутка ли, не фантазируя, показать на экране мир истлевших летописей. Мир, о котором легенд и домыслов едва ли не больше, чем подтвержденных фактов. Самое важное, это было добиться ощущения правды и действительности. Либо вы верите в это, либо нет. Нужно было искать узнаваемые отношения между героями. Когда вы верите в то, что происходит между ними, вы верите в то, как они между собой общаются. Вы верите в их законы местные, в их правила, в их поведение. Вы верите в их любовь. Отец! Кто жених? Я! Владимир! Князь из рода Рюрика. Столкновение характеров, любовь, отвергнутая и бесконечная, на экране сквозь призму истории. Сценарий подсказала сама повесть временных лет. Великий князь, полководец и креститель Руси Владимир, после смерти брата и бегства к варягам, возвращается на русскую землю. Эти сцены снимали в Крыму и Подмосковье. Продюсеры картины Константин Эрнст и Анатолий Максимов. Творческий дуэт создателей известных кинофильмов, среди которых «Дневной и ночной дозоры», фантастические ленты о борьбе темных и светлых сил, историко-художественный «Адмирал», вышедший на экраны в октябре 2008-го. Наконец, биографическая драма «Высоцкий. Спасибо, что живой», сценарий которой написал сын легендарного артиста. Новую ленту создатели называют погружением к истокам отечественной истории. Необходимость такого кино назрела давно. Кино – это одна из единственных возможностей сообщить молодому поколению эту информацию. Причем кино для этого должно быть не назидательное, а захватывающее, страстное, эмоциональное, по-хорошему приключенческое и важно, чтобы правдивое. Было очень интересно восстановить ту стартовую позицию, с которой начинается наша история. Мы делали это в форме жанрового зрелища. Не ответить Голливуду, не смолчать, когда Голливуд что-то нам скажет. Просто сказать, что мы тоже есть. Этот древнерусский острог, словно срисованный с учебников истории, строили несколько месяцев. Не бутафорские элементы, а настоящие деревянные стены и каменные крепления. Такого объема декораций в отечественном кинематографе не было с советских времен. У нас до последнего гвоздя все была ручная работа. То есть вот каждую доску мы обрабатывали, прорабатывали, потому что понимали, что в кино обман всегда виден. Полторы тысячи костюмов, проработанных для деталей. Зритель может и не заметить разницу в длине мечей варяжских воинов, но точно оценит масштабы сцен. Здесь реальность подлинная и дополненная. Больше 800 элементов компьютерной графики и килограммы грима, на которой актерам, это редкий случай, времени требовалось в разы больше, чем актрисам. Играть здесь просто интересно. Я вот приезжаю на съемочную площадку с такой радостью, как будто я погружаюсь в хорошем смысле, в такую сказку, в некую. У меня здесь глаз горит по-другому. Здесь и физически, и морально все было очень тяжело, потому что отдаваться приходилось, не знаю, на 200, на 1000 процентов. Эта картина для любой аудитории. Создатели обещают фильм для семейного просмотра и версию 18+. «Викинг» еще в производстве, но уже сегодня самое ожидаемое кино года. Главный отечественный новогодний проект. «Викинг» в декабре. Алексей Карипанов, Денис Торопчинов, Ксения Угарова, Мария Емельянова и Екатерина Колоницкая. Первый канал.